долгожданная часть долгожданная часть пришел долгожданный материал мы продолжаем показывать как правильно делать как нам отвлекались да вот это вот создать сразу на то сколько мы заказали материал ориентировочно людям просто скажу же заказали 25 материалов но по предварительным 25 метров но по предварительным расчетам на этот диван должно уйти так как детали по максимуму цельные по материалам получается у нас где-то мы заказали 25 но ориентировочно уйдет 21 23 метра здесь почему так уходит меньше материала чем больше деталей получается отрезных да получается допустим взять наш диван бинга там или что-то еще до чем больше мелких деталей которые сшиваются тем больше уходит материала это с учетом припусков давно каждую детальку добавляет дальше возьмем сначала легкую деталь это подлокотник что мы делаем нам нужно изначально отвлекались бачок я взяла в картон выставляем картон здесь я оставила уже припуск на шов с индивидуал очками его зафиксирую да и обведем то есть лекала мы снимаем картоном получается да да можно снесовкой но я почитаю картоном более жесткая как бы сказать деталь если для постоянного пользования картоном намного удобнее так сейчас мы ее обведем эту детальку поролон не прижимаем по верху поролона очерчиваем контур самый низ получается там где у нас заканчивается подлокотник вот такой шаблончик мы получили сейчас мы его подправим выровняем и дадим припуск на шов сразу предпочитаю чтобы на выкройках уже изначально был припуск на шов здесь получается у нас будет по сантиметру по лицу по лицу мы сантиметр дадим пометочку поставим можно по линейке потихонечку отмерить я также на глаз покажу так вот у нас уже припуск мы здесь учтем здесь у нас вниз подлокотника нам нужно будет прибавочку до сантиметров 5 для того чтобы завести потом материал на низ подлокотника здесь 5 сантиметров дадим припуском по прямой проблему нас получается деталька получилось двадцать четыре сантиметра в огонь и в каркасе сантиметр получается припуск здесь получается сантиметр учили но у нас не хватает вот здесь сантиметра мы же ложили картон упирая его получается на твердую поверхность здесь мы сразу пометочку поставим что при раскрое нам нужно еще добавить на шов плюс один сантиметр дальше детальку у нас спинка повыше а контур такой же получается я вот эту детали здесь вот пока обрезать не буду нам эта деталька еще пригодится для раскроя спинки я также просто вниз по прямой виду это криво линейные детали получается в любом случае на любые изделия лучше снимать не посредственно с каркаса и фараона чтобы это все хорошо у нас дальнейшем легло так эту детальку я вырежу сразу для себя пометку ставлю что вот это у нас длина получается подлокотника здесь получилось 65 сантиметров пишу что длина 65 сантиметров ширина он каркасу в поролоне получается 24 сантиметра здесь сантиметр и здесь сантиметр получается 26 то есть вот так вот пишем 24 плюс 2 уже будем знать что 26 сантиметров детальку занимать будет 65 на 26 дальше зарисовываем детальку на месте бумаги зарисовываем наш подлокотник ставим высоту детали 65 сантиметров и ширину детали 26 сантиметров так дальше получается нам нужно еще будет если мы посмотрим на картинку на картинку так здесь у меня 3d получается ну вот диван да у нас бачок здесь получается отшивной а вот эта деталь самого подлокотника она получается цельная это будет у нас такой прямоугольничек сейчас вашего позволения одену готовый чехол еще хочу отступление небольшое дело сделать ткань у нас будет ворсовая когда с клиентом велось обсуждение изначально да на оригинале идут швы здесь у нас ткань получается ворсовая что мы с клиентом обсуждаем мы предлагаем деталь не отстрачивать когда у вас ложится строчка на ворсовую ткань криво смотрится то есть где-то она ворсов впадает да где-то она получается на ворсинках лежит и строчка получается некрасиво я предлагаю этот момент всегда не акцентировать это не кожа и не рогожка допустим да какие-то материалы хотела такое отступление небольшое сделать так дальше я возьму уже готовый подлокотник получается и объясню как остальные детальки замерить шовчики сразу сейчас выправим направление борса так ну вот да натягиваем шаги все-таки да дело на стомбон тоненькую пластинку проложила здесь тоже сразу швы закладываем при пуске на швы закладываем на большие детальки а мы сзади не будем забивать конкурсаж боишься сказала ван будет туда набивать двп и клиенте десяточку видно чтобы не растягиваться потому что лишний раз нам не нужно и потом обещать так вот наш подлокотник вот нам нужно теперь вымыть вымерить вот эту вот деталь как она замеряется мы берем наш сразу буду записывать она у нас не только прямоугольная но она у нас с хвостиками а здесь прикручивается секция как раз вот атаман когда будет идти и принципе это не будет заметно то есть все смесовочкой забивается аккуратненько вырезаются дырочки для болтов ну либо спам он забиваем целых экономия так идем 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 хвостики вот эти вот получается размером 9 в шов сантиметр 10 сантиметров шириной хвостики 10 пробиваю здесь тоже 10 сантиметров два одинаковых для чего когда прикручивается атаманка вот это участие равно у нас будет просматриваться то есть если здесь будет смесовка да или открытый материал ткани это будет некрасиво вот дальше как замеряется вот эта деталь мы берем замеряем каркас каркас без поролона чисто по дереву получается у нас получается здесь 110 с половиной сантиметров это пока существует а по каркасу по каркасу 110 с половиной давайте округлим принципе 111 возьмем даже вот эти 5 миллиметров 5 миллиметров пусть я вокруг я всегда большую сторону но лишь не будет он меньше прижмет так и к этим на стадистику вверх получаешь до 111 я всегда большую потому что нет меньше не надо нам нужно будет больше округлить давай 111 возьмем он тут же пупу получается у тебя еще на да да у нас здесь есть многие части и чтобы жестко знаешь там по дереву не скривло все это 5 миллиметров знаешь когда так если по два с половиной миллиметра растусуется нормально так значит по дереву мы взяли здесь 111 и прибавляем по сантиметру на швы и того мы получаем уже детальку эту ширине 111 плюс 2 113 сантиметра то есть вот здесь у нас по ткани что 13 сантиметров дальше нам нужно получается получить как сказать это ширина детали да это длина детали она переходит у тебя она не шивная не целиком да у нас здесь и прикол машины только бачки вот это делаю она целиковая до переходящая ну то есть это как бы по дизайну так задуманы эта деталька у нас получается а высотой обычно как делаем от каркаса вот он каркас этого ступенька куда у нас втыкался поролон сантиметров 5 даю допом чтобы до материала до чтобы вот здесь он его подтянул забился чтобы здесь смесовочка еще то есть легла и у нас как бы расстояние было что когда каркас прикручивается катаманки не сразу была смесовка и все то есть здесь мой припуск дали 5 сантиметров и внизу у нас соответственно тоже у детали 5 сантиметров припуска так получается у нас деталька от пятки вниз 5 ведем сюда до каркаса 112 и плюс 5 117 сантиметров 117 сантиметров такая деталь таких деталей нам нужно будет 2 получается да чтобы два подлокотника и бачков у нас 4 должно быть 4 соответственно тоже сразу помечаю для раскроя потом удобно видеть сколько деталей вам нужно будет выложить ну спинку я думаю в принципе понятно наверно да спинка но тот же самый принцип принцип тот же самый но допустим на двушки там есть шлейф еще вшивается на простой спинке но сейчас перейдем в ту обивочную я уже дальше расскажу так так принцип понятен начинаем сшивать складывая вот эти вот две детальки ровненько на машинке получается лежит по вот этой детали по большой детали мы начинаем сшивать то есть как бы мы вот этой вот деталью обтачиваем весь подлокотник по подлокотнику я думаю все это самая такая простая детали еще раз говорю что будет самое сложное то у нас будет подушки то есть вот такая деталь понятно видно и вот такой деталь вы должны получить ничего лишнего шовчики лежат так теперь возьмем маленькую спинку которая у нас для атаманки также получается наш бачок берем ставим его в край с учетом того что сантиметров 5 нам нужно будет подогнуть на деталь получилась сейчас скажем точно высотой 5 сантиметров припуск деталь должна быть высотой 85 сантиметров то есть пор от этой точки с припуском и здесь уже с прибавкой на забивку должно быть 85 сантиметров то есть от этой точки до конца этой ну и с учетом уже припусков ширина наша получается стандартная сколько у нас там было с припусками 26 26 сантиметров 26 сантиметров теперь что касается ширины и длины детали которая спинку наш будет обнимать здесь у нас ткань доходит до дерева и еще дается припуск для забивки так 5 сантиметров и здесь также до низа и 5 сантиметров на забивку и длина такой детальки получается будет 165 сантиметров 165 с учетом всех припусков так ну а ширину мы также замеряем каркас по дереву я вот здесь вот замерю получается 56 сантиметров плюс по сантиметру мы даем припуски на швы и того 56 56 плюс 2 равно 58 так же начинаем сшивать вот от этого края по задней спинке круговую то есть по задней спинке все верно так что касается здесь у нас никаких шлейфов ничего нет и вам потом покажет как это все забивается для чего вот этот вот ход нужен все это потом уже в дальнейшем по обивке так дальше здесь из-за того что у нас ткань ворсовая бачок так здесь у нас спинка большая здесь мы ее сделали со шлем так как у нас ворсовая ткань и в одну ширину мы не проходили то есть поэтому у нас две ширины так сейчас я ее тоже обвину по спамбонду чтобы было понятно для чего какие шлейфы и что их нужно бачок выкраивается такой же длины 85 сантиметров по вот этому как сказать краю да по задней спинке ширина такая же точно так же все так как деталь у нас выглядит на спинке со шлейфами то есть то есть бачок у нас 85 на 26 наш стандартный таких деталей должно быть 2 и одна деталь большая еще раз объясняю что у нас здесь шов мы его не акцентируем не отстрачиваем по ниткам я уже рассказывала почему так но по ширине ткани мы не проходили поэтому нам пришлось сделать по центру шов так деталь которая вот эта у нас длинная мы также замеряем по каркасу и даем по сантиметру припуска а на центре получается где у тебя стык двух материалов подожди я и расскажу все ладно извините извините я сейчас сначала даю полный вот размер нашей детальки она получается 162 в каркасе в каркасе эту цифру мы делим пополам это получается по 60 по 81 и 4 сантиметра припуска а вот теперь к этим деталькам мы прибавляем по 2 сантиметра и того в готовом виде деталь получится 162 плюс 4 168 да? все верно? да 166 166 166 да 2 2 166 сантиметров это уже в шитом готовом виде вот так дальше по высоте этой детали смотрите вот так вот не пролетите как бы а то замерите потом мы поедем ну мне простительно уже конец рабочего дня в вечер поехали а я еще работаю да дальше надо же людям объяснить ждут ага дальше получается вот эта деталь какой она у нас длины то есть здесь нам известно что у нас здесь 85 сантиметров да и теперь нам нужно будет замерить по бочку от этой верхней точки до каркаса там где до прям каркаса там где седалище начинается там где седалище вверх седалище да вверх седалище да мы заходим туда поролон как бы вот у нас деталька это получается сейчас 150 сантиметров длиной метр пятьдесят один метр пятьдесят сантиметров дальше по всему периметру шлейф здесь мы шлейф да шлейф пришиваем просто шлейф сантиметров 20-25 по всей длине у Регины видать здесь не хватило она тут шила два кусочка не задавайте вопросы почему здесь вот такой а там вот такой у нее не хватило она взяла обрезок она у нас экономная да она экономная на каждый сантиметр пережила по ткани вот это вот то что касается спинки по обивке там уже Иван дальше вам будет объяснять такая деталь у нас получается одна деталь так что мы делаем получается с атаманкой мы ее перевернули замеряем полностью размер от точки до точки по каркасу полностью все размеры здесь 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 и мы наложили видите спонбон да то есть я его прикрепила к поролону у меня здесь есть черта по дереву по каркасу габариты да и вот здесь на листочке я переписала плюс уже смесовочка спонбон сделан с припуском на шов по сантиметру везде по всему периметру мы даем по сантиметру припуска так ну а чехол у нас чисто по дереву должен сшиваться правильно я понимаю ну по размерам дерева да дальше что у нас еще немаловажный фактор по вот этой вот скажи по атаманке да вот здесь я сейчас маркером специально выделю у нас еще будет внутренняя обтачка будет внешняя обтачка по сидушке и внутренняя обтачка которую Иван потом в дальнейшем оденет и к дереву вот сюда прибьет и дальше смесовкой закроет внутренняя обтачка получается у нас будет размером ширина бруска с сантиметром припуска и идти она будет вот таким образом здесь я вот так вот маркером выделю чтобы было видно вот это будет внутренняя обтачка вот эта большая деталь и вот эти вот маленькие детали не обязательно брать кусок материала да длиной вот у нас получается по крою деталь будет сто пятьдесят восемь с половинкой плюс два сантиметра то есть от края до края вот не обязательно брать и вот разрезать мы ее сделаем шивную посмотрим какие то выпады у нас будут по ткани и мы допустим где то сделаем какие то швы да вот и полосочками ее в принципе сошьем такими узенькими вот сшиваться они будут не все нам же нужно ее будет одеть вот и поэтому сзади здесь не будет шва сточного будут швы просто в накладочку ну при обивке да потом уже вот это вот покажем так дальше что у нас еще на эту линенцию идет деталь здесь мы играли по лорсу получается это обточная полоса получается она кроится 15 сантиметров а в готовом виде она получится 13 сантиметров то есть по сантиметру у нас уходит на шовчик и в готовом виде она будет 13 сантиметров а это создаст как бы видимость грибка такого небольшого выпукла да что еще как как она замеряется какой она будет длины здесь у нас опять же ворсовая ткань и она будет состоять из нескольких деталей которые будут шиваться на углах как ее просто замерить если это будет кожзам замеряете также по дереву у нас вот здесь вот уже есть размеры да мы берем без припусков на шов вот эти вот все размеры по всем размер не поставила сейчас замерю и складываем и получаем вот эту вот бейку для выпада выпад для бейки ты хотел сказать да 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 бейка для выпад для бейки ну извините ну всякое бывает да да здесь у нас получается 24 с половинкой сантиметр припуска так ну в принципе по вот этой вот все регина у нас замеряла и у нас получается вот эта деталь получилась 490 длиной и шириной 15 в крое то есть ширина будет 15 а длиной она взяла ее 490 но это опять же если из кожзама будет а мы потом уже будем определенно отбивать размеры и сделать шовчики чтобы у нас ворс не играл на изделие потому что в одну сторону где-то будет темный а в другую сторону уже будет белесый так а вот она венеция получается ой венеция стоп 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 атаман так ну вот мы атаманку перевернули получается да у нас здесь уже есть раскроенная деталь то есть со всеми припусками она идет по краю поролона это с припусками это уже с припусками выкроена деталь схему потом зафиксируем в этом полным планом какие припуски и где делать вот эту детальку мы выкроем по обтачке что ты там говорила по обтачке но я говорила что она 15 сантиметров будет у нас ширина когда она сошьется то есть получится 13 сантиметров она сошьется получится 13 сантиметров здесь еще синтепончик будет и у нас как бы получится видимость пышного до сидения натянется хорошо у нас идет подлокотник их у нас два штуки соответственно мы здесь краем две детали до которые основные на подлокотник ложатся вот здесь 111 плюс 2 получаем 113 здесь 117 здесь ширина по 10 а высоту хвостика я не замерила да? нет высоту хвостика сейчас одну секунду так высота хвостика у нас 31 сантиметр ну там посмотрите там в принципе это не принципиально в принципе это не принципиально в принципе это не принципиально если не касается этого принципа так соответственно у нас идут скажи мне бачки их четыре детали ну вот эти четыре детали сразу говорю не перебутайте потому что если вы их откроете получается все четыре вот так вот у вас будет два левых подлокотника просто и все тут у нас да нужно в зеркальном отражении то есть две детали левые и две детали правые будут вот а по ворсу здесь стрелочки стоят тут идет слева направо направление так же как вот и на царгах то есть покажи вот эту вот схемку здесь по ворсу раскладка идет то есть мы сразу проигрываем играя кусочками ткани так дальше у нас что шла маленькая спинка так деталь бачка соответственно их на маленькой спинке две одна левая другая правая в зеркальном они отражение так и одна деталь большая которая основная вот идет спинку обрамляет а дальше также мы сшиваем начиная от точки по прямой пришиваем этот кусочек и этот кусочек вот начиная отсюда и вот так вот к рукавой маленькая спинка дальше и большая спинка большая спинка она по тому же принципу да только мы здесь вынуждены были поделить сделать со швом если это будет в кожзаме это соответственно будет 162 плюс 2 сантиметра то есть 164 здесь мы полностью здесь мы были вынуждены поделить пополам и поэтому уже прибавление вот такое шло так что у нас еще здесь есть а венеция да так ну дальше у нас получается у нас остается какая остается какая деталировка у нас остается деталь о которой в следующий раз мы расскажем это как замерить обтачку для атаманки сделать короб обыграть потом самое сложное это будут сидушки как нам создать видимость раздельной сидушки на нераздельном каркасе на несъемных подушках плюс венеция подушка для венеции подушка для венеции царга как забивается там просто кусок ткани кроится я думаю что все это скоро мы все это сделаем на следующей неделе вы уже это видео получите в любом случае да и можете форматируем и получите так что набирайтесь терпения скоро все закончится ну действительно очень много работы и не успеваем вот подписывайтесь на наш канал успехов вам успехов в ваших начинаниях да моя фраза всего доброго пока